ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До сих пор мы оговариваем, что мы считаем массу системы, на которой мы пишем какие-то там наши уравнения, остается неизменной. Но часто бывает так, что масса системы меняется. Это бывает, когда в нашей терминезвирской системе возникает какая-то химическая реакция, и количество вещества какого-то одного типа меняется. Может быть, ситуация такая, когда через некоторую границу вещество уходит, и в связи с этим какая-то выделенная часть нашей системы меняет свою массу. Вот, скажем, жидкость испаряется, и количество жидкой, как принято говорить, фазы уменьшается. Таким образом, конечно же, мы должны иметь какую-то технику, что ли, для учета такого рода процесса. Ну и при этом, конечно же, мы понимаем, может быть, несколько иначе нашу термодинамическую систему, иначе, чем до сих пор мы это делали, потому что до сих пор мы могли понимать нашу систему так. Вот у нас имеется какое-то количество морей, ну и для нас это обычно фиксированное, и вот, собственно, наша система – это вот совокупность этого количества молекул, которые складывают концом моря, это вот это вот количество вещества, оно все время остается, так сказать, незменным. Мы сосредоточены на вот массе, можно так сказать. А если мы сейчас будем говорить о системе, то мы скорее понимаем так, что у нас есть некоторая геометрическая граница, и наше вещество – это то вещество, наша система, это то вещество, которое вот внутри этой границы находится. Оно может меняться, это N, это число молей, ну или число молекул, конечно, всегда можно написать, число молекул умножает на число богатого. Вот это наше N. Вот те молекулы, которые, за масса, которая уходит за вот эту геометрическую границу, дальше нас не интересуют. То есть, это уже не наша система. Таким образом, ну, до известной степени мы меняем определение нашей системы. Сейчас это не данное количество вещества, а то количество вещества, которое находится внутри некоторой определенной границы. за ней, внутри. Ну и как можно было учитывать это, возможно, изменение массы системы? Соответствующее предложение было уже очень давно сделано никем, а не как Зазай Гипсен. И вот он предложил для того, чтобы иметь возможность призывать поведение систем с переменной массой, дописать в основном термодинамическом уравнении, уравнении равнеестной термодинамике, в выражении для дифференциала внутренней энергии соответствующая слагаемая. Слагаемая, ну, естественно, пропорциональная к изменению массы системы, изменению количества вещества, которое входит в состав нашей системы. Ну, естественно, перед ДН выражением для ДЕ мы должны поставить какой-то размерный множитель, конечно же, который вот произведение превратит в выражение имеющая верность динергию. Мы вот писали до сих пор ДЕ равняется ТНННС, ну и минус, ну, давайте в общем случае напишем, работа. Если масса системы будет меняться, то, конечно же, должна меняться внутренняя энергия, потому что когда появляются в составе системы какие-то новые частицы, ну, без которых складывается вот непрерывная для нас для непосредственного наблюдения вещества, они приносят с собой свою генетическую энергию, они приносят с собой энергию взаимодействия, они начинают взаимодействовать с теми частицами, которые, с той массой, которая уже была внутри системы, конечно, надо считать, что энергия будет как у меня. Ну и вот, тут вообще говоря, тоже надо написать сумму. Ну вот, оставлено для знака суммы место. Если у нас есть частицы и вещество разного сорта, ну, в таком, химическом смысле, то надо учитывать изменение количества вещества, представляющего каждый какой-то свой химический сорта. Ну и в связи с этим вот надо и писать сумму, сумму по разным, как, ну, принято говорить, компонентам, составляющим нашей системы. Поэтому давайте вот напишем, наверное, с номером К, это и есть вот изменение количества вещества вот такого определенного вещества вот такого сорта. Ну и, значит, если мы это измеряем в море, значит, это слагаемое имеет размерность в море. Если это просто штуки, если речь идет о молекулах, то это неизменно и слагаемое. А вообще мы ее вписываем к выражению такое, где есть размерность вещества, где все слагаемые вот не имеют этого размера. Ну и поэтому здесь у нас надо написать вот тот самый размерный множитель, который мы и дальше будем называть химическим потенциалом каждого сорта вещества. Значит, если у нас много вот этих разных химических составляющих, то, ну, ладно, просто посмотрим, пока будет. Вот тогда, значит, это изменение массы системы мы можем попытаться перечитывать. Вот и сам выражение для дифференциала внутренней энергии вот такое слагаемое. Значит, еще раз этот коэффициент нюката и называется химическим потенциалом катого сорта вещества. Конечно, дождь рассматривает и его должны как причиной, которая является функцией состояния системы. Состояние системы, которая, ну, вот здесь в этой записи нам полагается, что ну, сдается значением энтропии вот этих параметров А, ну и количества. Ну, давайте мы видим такую более привычную, унощенную формулу, которую мы очень часто используем, заказаем, работа, приобрелась ВНТР просто. Ну и тут у нас есть одно слагаемое, значит, наша система химическая, такая простая, это сейчас один тип молекул, одно какое-то вот химическое определенное вещество. Вот тогда в этом более простом случае, значит, вот так вот мы можем записать обобщенное основное соотложение сравнение, сравнение разнообразной термодинамики. Ну и здесь вот этот вот самый дистанционный потенциал мы, конечно, рассматриваем как функцию d, v и d, вот всех этих переменок, которые справа, дифференциалы, которых у нас справа стоят. Ну и если мы написали такую формулу, то это фактически это, конечно, означает, что миру при известной зависимости от ДС и Н может быть вычислил как честное производное ДЕ под Н при постоянных С и В. Значит, выполняя такое деферрицирование, мы найдем химический потенциал моля вещества. Ну, очень часто пандемы принимают вне количество вещества, в смысле числа моли, а просто количество молекул, и тогда химический потенциал, ну, переопределяется как потенциал не моля, а потенциал, рассчитанный на одну частину, молекул. Ну и между ними, так сказать, очевидная связь, они на число вагадро отличаются. Химический потенциал моля, ну, в Н со значком А раз больше, чем потенциал, рассчитанный на 1,4. Ну, как-то вот, если мы все-таки термодинамикой занимаемся, то тут молекулы, явно, так сказать, нашим узором не видны, не открыты, ну, и я вот предпочел бы и дальше писать, говорить о химическом потенциале взятом в расчете на море вещества. Хотя, конечно же, можно сколько угодно, может быть, и даже больше, книг каких-то вечерников, пособий, где говорят о химическом потенциале, рассчитанном на море. Ну, тут нет какой-то проблемы, в общем-то. Ну, надо обращать внимание там, где-то, когда вы начинаете знакомиться с текстом, что имеют в виду это или прямо сказано, или из текста, так сказать, из конкерста становится ясно, что автор имеет в виду. Конечно же, мы можем написать, раз вот такое вот выражение, полный дифференциал внутренней энергии у нас вот содержит, теперь такое слагаемое, то мы можем, конечно, написать, что скажем. Вот ДТ по ДН при постоянных С и В равняется производным химического курсала по энтропии при постоянных В, В и Н. ДТ по ДН при постоянных С и В равняется минус ДНО по ДВ при постоянных Н и С. Ну и можно там какие-то соотношения для вторых производных написать. Это всегда можно делать, мы будем на это тратить время. В общем, это делается точно так же, как было когда-то сделано у нас на последних лекциях. Чачественно ничего, можно сказать, не меняется. Ну и если вот мы посмотрим на эту формулу, то мы можем сказать, что химический потенциал, если он вводится в такую формулу, предполагается будет, конечно же, изменение внутренней энергии нашей системы на 1, если это изменение производится, так сказать, в условиях, когда сохраняется энтропия и объем. Ну просто вот, раз формула написана, то понятно, что если эти слагаемые в силу вот высказанных условий заменились, разорулились, то, значит, у нас осталось это одно слагаемое. Если ДН представляет собой 1 вольт, то у нас остается здесь, в этом выражении, количественно только мёд, ну и, значит, это есть изменение внутренней энергии системы, вызванная тем, что ей масса, ее масса изменилась на 1 мольт. Иногда говорят так, вот, ну это теплота, это особое что-то, да? А вот это вот слагаемая работа. Ну и вот мы можем на это слагаемое посмотреть как на обобщение работы. И в таком случае мы можем сказать, что химический потенциал – это работа, которую производит система для того, чтобы… Работа, которую система производит над окружающей средой, естественно, для того, чтобы увеличить… ну, минус будет работы, которую система производит над окружающей средой, для того, чтобы увеличить свою массу на 1 мольт. Можно и так это интерпретировать, если, ну вот, считать, что это вообще не работает. Ну, действительно, может быть так, что частицы же, которые уже там в системе, они как-то взаимодействуют с теми, которые извне приходят. И они могут их отталкивать, могут притягивать, значит, будут. Такая работа должна быть совершена. Это не так просто. Мы не в пустое место приносим эту новую массу. Ну и вот с этим, значит, либо можно говорить о работе, которую окружающая среда совершает над системой, или система совершает, они получаются над окружающей средой для того, чтобы увеличить свою массу на единицу. Теперь давайте отталкиваясь вот от этого нашего основного соотношения, напишем соотношение, которое получается просто с помощью преобразования или жанра, того самого, которое мы делали на прошлом занятии для того, чтобы написать вот это вот обобщенное основное уравнение равновесной термодинамики в таком виде, когда в качестве переменных определяющей состояния системы выступают какие-то пары, которые энтропии не содержат. Потому что она не очень удобная переменная для того, чтобы задавать влияние системы. Значит, поэтому давайте сейчас мы добавим к обеим частям то, что написанного нами соотношения. Дифференциал, точнее вычтем, дифференциал произведения Т-навис. Значит, естественно, у нас получается тогда справа, слева, напишем дифференциал Е-С, ну а справа при вот этом вычитании у нас, значит, останется минус С на Д, вот и здесь по-прежнему минус П на Д плюс мин на Д. Ну и по-прежнему мы, как раньше, ведем свободную энергию точно таким же определением воспользуемся, такая же точно формула определить свободную энергию. Это разность между Е и, ну, не помню, говорил я это или нет, значит, иногда Т-С называют связанной энергией. Значит, Е-С, внутренняя энергия минус связанная, это свободная. Хотя иногда говорят, что связанная энергия это минус Т-С, но это, в общем, совсем не важно. Просто, на всякий случай, если вы где-то встретитесь с термином связанной энергией, то надо выяснить еще, как автор понимает, плюс-минус или плюс, он видит это вот обвинение. То есть в формуле-то стоит минус, но могут под словами связанной энергией понимать либо просто Т-С, либо минус Т-С, бывает. Ну и вот, значит, у нас дифференциал свободной энергии, как мы видим, значит, мы видим, что он исчерчился таким, значит, это минус С на Д-С, минус П на Д-В, а другие плюсы на Д-С. Ясно, что если мы откуда-то знаем свободную энергию, как функции Т-В и М, то мы можем взять минус свой потенциал, написать формулу. Ну, химический потенциал равняется часто производной свободной энергии по количеству вещества при фиксированных периодах. Значит, вот, давайте напишем, химический потенциал, вот у нас была такая форма, при постоянных ресурсах, но его точно также можно определить, как производная свободная энергия, но только другая пара переменных будет здесь вот, около этого символа, что им можно написать. Ну и абсолютно так же, как это мы делали до тех пор, пока у нас этого слагаемого не было, то мы можем прибавить к Д-Ф в дифференциал произведения П и В, и тогда у нас получится... Ну, здесь я хочу оставить место, но нужно бы написать. И тут еще одно соотношение, о котором, наверное, можно догадываться, мы напишем. Значит, ясно, что если мы опять G введем как F-CV, то, значит, для дифференциала G называем это по-прежнему потенциалом гипса, конечно. Или энергией гипса. Значит, свободную энергию называют энергией кель-кольца или энергией потенциалом кель-кольца. Я очень часто, еще раз я, кажется, говорю, уже еще раз скажу, что, ну, вроде бы, вот эти всякие нормы, какие-то соглашения требуют именно так называть, но все-таки по старой привычке очень многие, да и я вот привык, конечно, говорить свободную энергию, а не потенциал гипса, хотя, вроде бы, так сказать, вот, ну, это нарушение космоса в каком-то смысле слова. Так вот, значит, дифференциал G, как его не назови, значит, дифференциал, его, очевидно, такой, значит, минус S на BDT плюс V на DP, ну, и вот это слагаемое, оно не задевается этим преобразованием, очень, бью на DN мы его так же переписываем, и поэтому, глядя вот на это последнее соотношение, мы можем сказать, что мы можем его вычислить как DG по DN, если мы знаем G как функцию N, D и P. Ну, если относясь D и P как постоянным, дифференцируем, уже получаем дифференциал в этих переменах. Ну, и, наконец, значит, если мы вот здесь, значит, я там выражение, вот сюда добавляем дифференциал PV, то, значит, у нас появляется вот такое выражение для дифференциала НКП, значит, T на DS плюс V на DP, ну, и плюс мин на DN, и в результате, значит, у нас может быть еще одна формула написана, вот такая, DH по DN при постоянных S и P. Ну, где, значит, естественно, НКП понимается как E плюс V, ну, или в связи с определением, значит, потенциала Гипса, значит, мы можем сказать, что это G плюс T. Ну, эти формулы сохраняются вот как вот было, так и в том случае, когда мы размахнули систему с фиксированным числом частиц, вот сами эти определения потенциалов, они не меняются, не остаются. Такими же, какие вот уже были написаны. Ну, вот, эти соотношения, тем не менее, мы не случайно выписываем, они сейчас нам пригодятся для того, чтобы мы могли некоторым определенным образом связать химический потенциал, ну, в каком-то смысле, слоя напрямую с одним из вот этих наших потенциалов. Ну, наверное, я вот это вот еще не уберу, а вот этот верхний формул пусть у нас остается. Мы можем сейчас воспользоваться тем, что, как вот видно из определений, все потенциалы, введенные нами, являются аддитивными величинами. Аддитивными или экстенсивными, что одно и то же. Они все построены таким образом. У нас в них входят слагаемые, которые представляют собой произведение экстенсивной величины на интенсивную. Ну, вот здесь вот объем интенсивная величина, экстенсивная величина, давление интенсивная. Вот здесь у нас энтропия экстенсивная величина, температура интенсивная. И в результате произведения является интенсивной, экстенсивной, ну, аддитивной. Ну, такой открыт, чтобы не путаться в словах. Значит, аддитивные эти вот слагаемые. Ну, естественно, энергия внутренняя у нас требования исходные, всегдашние. И действительно, значит, вот любой из этих потенциалов, внутренняя свободная, потенциал Гипса, этапия, они представляют собой объективные величины. Это означает фактически, что мы для каждой из них можем написать. Вот, скажем, внутренняя энергия. Она складывается из внутренних энергий молей, вот из которых составлена система в целом. То есть я могу написать, что, всегда могу написать, если я вот буква Е маленькая, вот под буквой Е маленькая я буду понимать внутреннюю энергия одного моля вещества, то вот для какого-то количества молей внутренняя энергия будет записываться вот таким вот образом. Это произведение количества молей на внутренней энергии одного моля. Ну, внутреннюю энергию одного моля мы должны рассматривать, конечно, при этом, как функцию энтропии моля и объема моля. То есть это можно написать так. Мы ее рассматриваем, безусловно, как функцию энтропии системы, поделенное на количество молей, ну, и объема одного моля. То есть объема системы в целом, поделенного на количество молей. Абсолютно так же мы можем рассуждать относительно свободной энергии. То есть это слово произведение n на f малое, где f малое – это свободная энергия одного моля. Свободная энергия одного моля. Конечно, значит, эта свободная энергия моля зависит от температуры моля. Температура одного моля такая же, как у всей системы в целом. Вот именно в этом смысл, так сказать, интенсивности температуры. Ну, а объем моля – это, значит, конечно же, вот в этом объеме номера. Что-то похоже, ну, в том смысле, что у нас под знаком h малого будет опять n присутствовать. Такое же мы можем написать для энтарпии. Значит, энтарпия, у нас энтарпия моля – это энтарпия одного моля. Ну, а тут интенсивная величина давления. Вторая – интенсивная. Вторая примена – это интенсивная величина давления. Значит, она для моля та самая, что для системы в целом. И вот я нарочно его оставил, так сказать, на закуску. Вот если речь идет о потенциале гипса, то, значит, здесь тоже мы можем написать n, умноженное на g, но g у нас является функцией, вот это g малое, то есть потенциал гипса в ноле рассматривается нами как функция, значит, двух интенсивных переменных – d и p. Поэтому вот как аргумент g мало не содержит n, количество вещества, как аргумент. Значит, это выделяет потенциал гипса вот среди этих, рассматриваем и позволяет нам сразу сделать код. Значит, если мы сейчас воспользуемся вот этой вот формулой, то, значит, у нас как-то получается так, что вот если мы дифференцируем, ну, это все n, значит, у нас дифференцирование g по n при постоянных g и p. Ну, это вот общая формула, но с учетом того, что g, не относительно к тому, какая здесь вот эта функция g малая стоит, но малая какая она может быть, но важно во что, что n тут вот просто в нолике она присутствует. И когда мы продеференцируем, у нас здесь появится просто потенциал гипса моля вещества. Значит, мы вот приходим к такому заключению, глядя на это, что химический потенциал представляет собой по социал гипса моли вещества. Конечно, никто не мешает нам продеференцировать, скажем, и это соотношение по n и получить химический потенциал, опять-таки. Но такой вот простоты формуле не будет. Значит, у нас будет, естественно, внутренняя энергия воля, но к ней будут добавляться еще два слагаемых, которые будут содержать, ну, естественно, значит, частную производную вот этого e по-первыху, со множителем умноженному на, значит, очень часто на производную вот этого выражения по n, там, ну, минус единицы деленное на n в квадрате появится, и аналогично еще одно слагаемое появится. То есть написать можно, но это не так интересно, как вот здесь получил. Потому что интерпретировать, ну, получится какое-то соотношение, которое, ну, как-то так вот ясно, как вот это не проинтерспектируешь. А так вот мы видим, что да, действительно, значит, ясно, что химический потенциал является потенциалом гипса, моля вещества, молярным потенциалом гипса. Значит, это позволяет нам сразу записать потенциал гипса вот еще и в такой форме. Значит, у нас тогда получается, что для потенциала гипса тоже всегда написано вот такое соотношение. Значит, мы вместо g в этой форме можем подставить в нем, и, значит, тогда, ну, естественно, получается у вас такое соотношение, и мы можем уже записать как произведение все на n. Ну, вот в связи с этим, значит, мы можем ввести сейчас еще один потенциал. Пока мы его не могли ввести, просто потому что, ну, предварительно надо было определить химический потенциал. Сейчас мы его определили, и после этого мы можем ввести так называемый большой термодинамический потенциал омега. Его, значит, ну, иногда не говорят омега, пишут буквы, только называют большим потенциалом. Иногда вот просто говорят потенциал омега, иногда длинный большой термодинамический потенциал омега, ну, просто потому что эта буква омега большая, она, ну, в общем-то такая, очень принятая для обозначения вот этого потенциала. Хотя, конечно, суть не омега, ну, чтобы можно так сказать, содержание, которое существует. Значит, потенциал омега, ну, вообще, ну, определяют таким образом. Это f-g. Свободная энергия минус потенциал гипса. Вот, ну, можно считать исходным вот это вот определение. Это f-g. Значит, в общем случае, это, ну, давайте, если я уж напишу сначала омега минус pv вообще. Ну, если мы посмотрим на определение, отличный потенциал гипса, это f-g. Ну, значит, если так определить, то можно сказать, что это воспроизведение двойного. Ну, вот, конечно, это переходит в, в общем случае, в минус, ну, даже сумму можно написать, аинтеромалы на аинтеромалы. Ну, вот, значит, в частном случае, значит, можно вот так вот написать. Ну, и если мы сейчас воспользуемся тем, что, значит, у нас для потенциала гипса есть вот это вот в уровне, то мы можем потенциал омега записать вот таким вот образом. Значит, это свободная энергия минус минус минная. Ну, просто вот вместо g, значит, сейчас напишем минус минная. и давайте напишем теперь дифференциал вот этого потенциала, большого потенциала, ну, пользуясь тем, что, значит, ну, очевидно, это дф минус мё на n минус n на дмюд. Дифференцируем это выражение. Но поскольку у нас f это минус s на dp минус p на dv и плюс мё на мё на дмюд, то, ну, мы читаем. Мы здесь сокращаем. Ну, и, значит, в конце концов, получаем, что дифференциал потенциала омега это минус s на d, минус p на dv и минус n на dv. Значит, мы в качестве естественных переменных для потенциала омега должны рассматривать d, v и химический потенциал. и химический потенциал. И вот из этого выражения для дифференциала следует, что количество вещества, если мы откуда-то знаем потенциал омега, ну, как функция этих переменных, вещества, то n это минус d омега. Вот не очень удобно получилось, это минус d омега по дмюд. Это вот омега. Значит, при постоянных тейбов и тейбов и тейбов. Ну, вот понять, как-то, конечно, зачем он нужен. Вот из всего предыдущего невозможно. Ну, да, можно вот ввести такую величину, чему нет. Вот, да, вот если мы ее что-то будем знать, то вот эту производную можно выяснить, и она, знака минус, это количество вещества. Значит, почему мы о нем говорим? И все-таки вот не очень-то он нам дальше непосредственно понадобится. Дело в том, что вот как раз, как выясняется это в статистической физике, как раз для потенциала большого, вот потенциала омега, у нас есть способ написать, ну, вот, некую формулу и вычислить его, исходя из микроскопической модели. И, значит, оказывается, ну, в силу, ну, просто, ну, технических каких-то проблем, вот, оказывается, что вот вычислять потенциал омега, при вычислении которого число частиц не фиксировано в системе, вычислять в статфизике, методами статфизики, получив выражение из микроскопической модели, выражение для потенциала омега получить гораздо легче, чем, ну, скажем, для той же свободной энергии, когда мы ограничены требования, что число частиц, ну, или число молей фиксировано. Понимаете, вот эта вот свобода вычислять, не учитывая фиксированность массы или число частиц системы, она позволяет продвинуться вычисления, выполнить их, в то время как требование рефиксированности, его надо учитывать при ощущении, это создает трудности. И вот поэтому потенциал омега считать легче. И он очень популярен, ну, вот как раз потому, что там его можно, методами статфизики его можно вычислить, ну, а потом вот использовать уже, значит, дальше для термодинамики, потому что, если мы один потенциал знаем, то уже все остальные, и вообще все, все на свете, в общем-то, можно вычислить, если мы действительно знаем какой-то термодинамический потенциал, как функцию, вот, ну, естественно, его переменных. Понимаете, там, значит, получается так, вот у вас должно быть выполнено суммирование какое-то, и вот если вы должны, если у вас есть возможность в сумме считать, что число, частицы или количество вещества произвольно меняются от нарядной бесконечности, то, ну, вот эти связи, которые надо учитывать, вы перебираете всевозможные состояния вот этой нашей системы какой-то, микроскопические модели, всевозможные состояния микроскопической модели. Ну, и одно дело, когда вы рассматриваете, значит, некую совокупность, когда у вас одна и та же, в общем-то, система, у нас число частиц в ней меняется от единицы до бесконечности. Когда у вас нет ограничения на, ну, что ли, мерность фазового пространства, то оказывается, что вот это снятие ограничений позволяет расчетов произвести, действительно, провести их до конца, в то время как есть это ограничение, не знаешь, как дальше проживаться. Вот, очень сильно, поэтому потенциал омега оказывается очень популярным. Если мы его находим методами суперзики, то дальше мы его термодинамики употребляем. Ну, и пока, конечно, действительно, ну, где-то, вот, из рассказанного, еще раз, не ясно, конечно, зачем он нужен, но, все-таки, я хочу сказать, что он не придуман просто так, на самом деле, ну, чтобы еще какой-то омег написать. На самом деле он очень, оказывается, полезен именно этот потенциал, на самом деле. Так, ну, может быть, еще несколько предвозрений мне нужно вот сказать, ну, все-таки, наверное, давайте, значит, сейчас уже 5 минут обменялись в стихии, я вот всю работу в том, в книге, да, она называется, видел то, что, ну, это крайне, наверное, больше тысячи страниц, наверное, и тысячи рублей стихи Бориса Рыжего. Ну, не слышали про такого поэта? Я принял у нас четыре, раз у нас в чекалке, и это приглашение было на встречу, там, в московский бар, мы приехали, в Борисовый, в четверг, а в субботу вот я попадаю в Толг-ти, и там лежит эта книжка, и я был вообще, можно сказать, потрясённый. По-моему, просто гений и голодный. Причем нашего местного, так сказать, подбива, в зимах, как в субботу, это для меня тоже больно, не чужой. Вот просто мне любопытно, вы знаете про него? У тебя? Нет. Ну, вот я тоже не знал до четверга, а я что-то меня уступил, папа. Я, приличный человек, ну, чё ты не знает. Он уже, и он, ну, нет жутых, он 27 лет взял такую рестницу, вот так, и успел из них написать удивительные книги. У них что-то есть, и... Может, мне потому так нравится, что я вот это всё могу понять и знать. Понятно, что... Он совершенно благополучный был человек, ему было 27 лет, он был в аспиранте из тут геофизики, я вот все хочу у знакомых каких-то узнать, как они вот его видели. И он написал уже на аспирантуре, там чуть ли не 17 работ, очень хороших журналов. Он был женат, у него был уже подросший сын, всё вроде порядки было в жизни, и успехи были уже. Вот у него, не у нас, а в Москве, два сборника какие-то были выпущены. Совершенно, вот, причин каких-то не было для того, чтобы больного дядя у вас так-то с собой покончить. У меня есть такой член, Шковый Робинович, ну, это лицейский, соответственно, пилолог. Ну, вот он говорит, что это эпично для... Он хотел быть... Он просто хотел быть как вот настоящий русский поэт. Ну, даром, что он еврей, просто. Рыжий, я имею в виду. Но Робинович тоже. И, как же, вот, Робинович Косило сказал, что это, значит, проявление типичного для русских поэков стремления к самому уничтожению. Он, значит, как бы закосил под... Как теперь, вроде бы говорить, под Десенина, того же самого Маяковского, значит, трудом, как хотел так остаться. Очень похоже на этих двоих. Ну, в общем, может быть, кому-нибудь из вас будет интересно. Это вот... Мне интересно так, что вам покажется... Сильный оперонет. Ну, сейчас прямо модно на него. Как опять же Бояшин вам говорил. Ну, по-моему, модно небезпричинно. Это действительно есть. Так, это интересно, что это покажется. Ну, вот здесь был 12 лет директор Мастера Академического, вот это у нас тут кто-то георгий, то есть российское отделение Академия Академии 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 Академии. Он абсолютно был трудополучный. Ну, вот, профессорский сын, семья, никаких, на самом деле, проблем, ну, платовых, ничего не было, писать. Ну, вот так вот. Уже... Уже... Сколько лет? Уже быть не дома. Полный арестик моего сына. Я помню. Часть. Семь четвертого года. Окей. Так. Значит, вот мы с вами... Нет. 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 Ну, и... Можно сказать, что... Вот из этого соотношения... Д Омега по Д Н мы можем найти... То есть, Мю... Мю как функцию Т и В. Значит, если мы вычислили Омега методами стопфизики, получили... Ну, и... Я помню. А мне идти там... Вот этим вот... Дивизируем... Значит, что... Теперь нам... Наверное, надо написать... Ну... Надо, наверное, написать вот какую формулу. Значит, у нас... Ну, подчеркнуть, что есть такая... так вот у нас это самое время это является Это потенциал гипса, это мюнгия. Вот можно написать вот такую формулу, но откуда внутренняя энергия у нас получается вот такое выражение. Значит, это t на s минус p, p плюс m. Ну вот, мы, очевидно, можем представить внутреннюю энергию вот таким вот образом. Ну, значит, еще вот дифференциал омега мы с вами, значит, выписываем, да? d омега, значит, минус s на d, минус v на d, v, и минус n на d. Минус n на d. Вот такое у нас было выражение для дифференциал омега, да? Ну, и, значит, с другой стороны... Так, значит, я хочу формулу дифференциал гемма получить. Да, значит, что мне... Так, потерял вот... Ну, это просто само по себе это не имеет отношения к сравнению с гемма. Ну, просто вот мы всегда можем... Это совершенно общая такая форма. Для произвольной системы мы можем всегда так написать. Внутреннюю энергию можно представить себе вот таким образом. Внутреннюю энергию можно представить. Ну, а, значит, что мы будем с этим гемом получить, значит, у нас... Так, начиньте. Какого-то на трампе. Внутреннюю энергию. Значит, омега у нас... Это... Минус V. Ну, можно так видеть, условия, да? Значит, одна из... Мы, ну, разные формы передавали. Но, в частности, вот мы можем вот так сказать. Лега — это минус V. Ну, и вот если мы сейчас в левой части напишем минус V на V, минус V на V, вот так, подпишем, а потом справа напишем минус S на V, вот правую часть — минус V на V, минус S на V. Ну, вот, естественно, вот этого слагаемого мы можем... вот эти два слагаемого, значит, мы можем сократить. И вот то, что осталось, и называется, значит, сравнением гипсидеки. Значит, мы можем написать вот такую, ну, общую формулу. Ну, скажем, вот сюда. Перенесем. Сейчас в одну сторону. И тогда, значит, у нас будет так. Минус S на V на V, плюс N на V, минус N на V на V равняется нулю. Вот это вот тоже, как сказать, общее соотношение, его называют сравнением гипсидеки. Ну, если я смотрю знак, если вы потерял... Да, все правильно. Понятно. Ну, хорошо. Да, значит, чтобы еще, ну, в рамках этого уже правильно, чтобы нам увидеть какой-то пример конкретный химического потенциала, идеального газа. Давайте выясним его. Ну, для чего? Ну, для идеального газа, конечно. Давайте найдем выражение для химического потенциала идеального газа. Можно по-разному это делать. Наверное, самый простой способ – это взять выражение для потенциала гипса идеального газа и вот для одного моля мы напишем выражение для потенциала гипса одного моля, это и будет химический потенциал. Ну, как мы что-то можем сделать? Значит, у нас потенциал гипса – это общее выделение, это Е минус ТС плюс ПВ. Вот. И мы знаем, что Е, ну, для какого-то конечного, не моля, для произвольного количества вещества – это цифра, умноженная на Т, ну, плюс, вообще говоря, значит, Е нулевое. Это вот внутренняя энергия идеального газа, она дается вот такой вот формулой. Значит, кроме того, мы знаем, что В равняется НРТ, определенная на В – это вот эти два уравнения, калорийское и термическое, они определяют такую физическую систему, как идеальный газ. Динамическая система идеальный газ реализуется вот этими вот уравнениями. Ну, значит, нам просто надо подставить вот сюда то, что мы знаем, как уравнение, определяющее, собственно, что это такое вот за термодинамическая система. Ну, и, вообще говоря, нам надо еще выражение нейтропии. Ну, мы тоже знаем, что нейтропия какого-то произвольного состояния, ну, как именно там, А, В, температура и объем, она может быть так записана. Ну, выбираем как-то начало отсчет энтропии, плюс, значит, СВ на логарифм, В поделить на Т0 и плюс НР логарифм В поделить на В0. Эту формулу мы, опять-таки, выводили в свое время. Значит, здесь С0 – это, ну, очевидно, вот просто из этой формулы, это энтропия газа в состоянии, когда у него температура равна Т0, а объем равен вот этому какому-то В0. А это для равновесных или неравновесных процессов? Это все, это выражение для энтропии. Система, которая находится в системе совершенно конкретной. Идеальный газ находится в состоянии термодинамического равновесия, Характеризуется температурой Т, значение температуры Т и объем, ну, мол, да, это совершенно. Вообще энтропия, ну, вот у нас, мы не дошли пока до неравновесных термодинамических, ней надо идти через равновесную. Сначала была равновесная, потом возникает неравновесная. Значит, это, конечно же, энтропия – функция состояния, состояние термодинамического равновесия. И, конечно, это просто, тут процесса никакого нет. Это состояние энтропии, состояние энтропии идеального газа конкретного. Только для него, конечно. Конкретное выражение только для идеального газа, ну, когда он находится вот в этом равновесном состоянии с температурой и объемом Т и В. Ну, и вот, значит, если мы сейчас с вами напишем соответствующее выражение, то, значит, у нас и получится, ну, когда мы делим моль для моля выражения, у нас получится химический потенциал, химический потенциал гипса, моля вещества – это и есть химический потенциал этого вещества. Значит, вот я где-то подставил, да? Теперь я должен написать минус ТС. А С – это С0 плюс ЦВ в логарифме Т поделить на 0 плюс НР в логарифме Т поделить на 0. Вот. И осталось еще написать плюс ПВ. Плюс ПВ. Ну, давайте я сразу вместо ПВ напишу плюс НРТ. НРТ. Ну, вот, значит, у нас так это выглядит. Ну, что, по-моему, раньше там у меня, правда, плохо, кстати, но давайте продолжим. Ну, стараемся. Значит, я напишу вот так. Вот. Потенциал от ДДН. И поэтому даже просто постоянные вот эти вот Е нулевое, скажем я, про нее сейчас надо понимать, конечно, так. Это Н умноженное на Е нулевое. Нулевое. Вот это место вот этой нашей постоянной. Значит, плюс Н на СВ, где СВ – это маленькая, я стараюсь написать маленькая С. Это теплоемкость при постоянном объеме одного, значит, моли, естественно, умноженное на Т. Ну, и тут. Значит, минус то же самое Т. Ну, чтобы про него не забыть, давайте… А, ну, его надо будет с минусов писать. Ну ладно, потом тогда мы пишем, только надо про него не забыть. И, значит, здесь вот Н, так, С тоже маленькая, вот вместо этой постоянной, плюс НСВ логарифм Т поделить на Т нулевое. Ну и здесь М, и мы можем написать логарифм В на нулевое, имея ввиду, значит, малярный объем. Так, это я написал, это последняя слагаемая. И, значит, теперь, если я Т вынес за скобку, да, то есть здесь я могу написать, вместо того, чтобы, ну, закрыть скобку и написать минус НТ, я должен написать минус НТ. Вот. Вот кажется так. Что это получается? Ну, что же, значит, вот для… Объема моря, значит, мы всегда можем написать, что это НТ поделённое на В. Это не обязательно, но почему нет? Вот напишем потенциал гипсов переменных Т и В. И, значит, тогда у нас получится так. Вот давайте я буду систематическим, так сказать, образом. Вот эти, видите, у нас множители Н, они везде есть. Значит, я без них буду сейчас писать. Это уже будет НТ. Ну, это какая-то постоянная ненулевура. И тут у нас тогда получается так, что общая скобка Т, можно написать, да, вот эти остальные слагаем, они все стоят. Так? Тут ЦВ сколько у нас есть? Значит, маленькая ЦВ минус… то есть… ну да, минус… маленькая ЦВ минус… Так, значит, вот это-то с плюсом, а это уже надо с минусом написать. Минус… Т вынесено… Значит, зачем мы сокращаем, чтобы для моря писать? Тут надо писать С с ноликом. Дальше, значит, вот надо про этот общий минус надо не забывать, поэтому, значит, здесь нужно написать ЦВ логарифм Т, поделенный на Т0. И это тоже должно быть, если я перед скобкой не написал плюс, то… Значит, здесь надо написать минус Р и с логарифмом, значит, РТ, поделенное на П и на В0. Вместо В написано как Т, делить на П. Ну, это минус Р еще раз. Минус… так. Не минус, а плюс, да, потому что… Значит, я скобки пишу, перед скобкой написал плюс, значит, это слагаемое с плюсом, но все остальные должны быть с минусом. Это с минусом я писал, это с минусом, это с минусом, но это тогда с плюсом. Да. Значит, вот таким вот образом. Ну, значит, еще одно небольшое я переписываю, значит, Е0, да, Е+. Давайте для, ну, хорошей размерности, давайте вынесем РТ, вынесем Р и скобки. Вынесем ваши скобки. Значит, тогда у нас перед скобкой стоит РТ, вот, а в скобке вот что. Значит, СВ минус Р, поделенное на Р, вот отсюда. Ну, и дальше так, значит, вот будет, ну, может быть, сразу плюс единица вот этого, да? Если Р я вынес за сколько, то плюс единица. Ну, и, значит, минус СВ, поделенное на РТ, поделенное на РТ, ну, и минус логарифм РТ поделить на П, то есть совсем не влезает. Ну, вот сюда вот. Здесь сложно будет понять, что это, значит, минус логарифм РТП в основном рекомендуем. Так, ну, и, значит, давайте еще при розочке вот перепишем, приколаем, ну, такой стандартный вид. Ну, вот, значит, здесь В, минус H0, полевое, тут опять напишем, С, деленное на Р, значит, это минус первая величина. Значит, и тут мы можем написать такой вот маргарифм общий. Значит, здесь у нас Т, поделенное на Т на другой, в степени ЦВ делить на Р. И еще, значит, общий, тут у них знак общий минус, поэтому я должен написать на РТ, на П, на В с ноликом. Вот. Ну и вот такая осколка. Вот такая осколка. Ну, значит, давайте введем, ну, некую, там, по указу, допустим, это логарифм ЦВ минус С0 плюс С, берем на Р. Значит, тогда у нас, ну, мы можем записать, значит, вот, вместо, так, впрочем, конечно, лучше так, написать логарифм, да? Так, логарифм как определить, так и может, как же. Ну, вот это число, значит, ЦВ минус С0 минус Р, почитаем на Р, значит, это у нас какое-то число. Значит, мы его запишем как логарифм, но для того, чтобы у нас некий единый был логарифм, вот все это под знак логарифма, значит, и тогда у нас, значит, даем, опять же, вот такое вот выражение, значит, это гемблевое, плюс АТ, и это умножается на логарифм. Значит, логарифм ничего. Тут у нас есть 2, но давайте, чтобы с плюсом писать, значит, вместо вот этого, значит, написали, что это логарифм МК, и здесь вот у нас получается так, значит, да, это все уже под знак логарифм, поэтому здесь у меня я с учетом минуса и я наверх напишу, значит, Т нулевое, В, 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 положенное на П, чтобы минус написать, я переверну все это, да? Значит, да, правда, Т нулевое в степени ЦВ поделить на Р. ЦВ поделить... ну, давайте я аккуратно напишу. Вот, значит, Т нулевое в степени ЦВ поделить на Р, В с нуликом, так? Ну, может быть, отдельно таким, значит, постоянным такой. А тут вот Р что-то напишем, да? Ну, и, значит, здесь у нас еще вот, собственно, переменные П наверху и Т в степени ЦВ поделить на Р плюс 1. Вот отсюда. Ну, вот это все, да, у нас представляет собой некоторое постоянное. Там что еще есть? В нулевое, В нулевое, постоянное ЦВ. Значит, это можно дальше написать, ну, книга действительно постоянная. Ну, давайте напишем это для ситуации, когда у нас одноатомный газ. Ну, чтобы совсем просто было. Вот одноатомный газ. Значит, тогда, как мы знаем, ЦВ равняется 3 вторых Р. ЦВ равняется 3 вторых Р. Значит, тогда вот здесь у нас стоит 5 вторых температура в степени 5 вторых. Ну, и тогда получается вот такое. Выражение для технического концала. Значит, здесь, ну, некая постоянная, скажем, Л, да, например, значит, умноженная на П, определенная на Т в степени, это Р. Значит, ну, под Н, разумеется, понимается, вот что. Значит, это К умноженная на Т нулевое в степени 3 вторых, ну, в общем, ну, какая-то причина, там, 5 вторых, 6 вторых, в зависимости от того, с каким газом мы имеем дело. Конечно, никто не мешает нам записать в это соглашение переменных П и В, просто пользуясь тем, что, значит, наше П, это РТ, поделенная на В. Значит, мы можем сюда вместо П вот это вот написать, значит, у нас вдруг переменится, разумеется. Ну, и можем это сделать еще так, значит, вот давайте мы пишем, действительно, это РТ, а здесь В – это полный объем, ну, поделенный на Н. То есть Н окажется в числителе, значит, и тогда мы можем так записать, значит, выражение технического потенциала. Уже рассматривая и только функцию Т, В, ну, и отношение, значит, В – Н, вот так вот, можно написать. Это объем моря. Значит, у нас тогда получается объем моря. Значит, это вот объем моря плюс, значит, разумеется, умноженное на логарифм. Ну, и тут, ну, давайте ее М, ну, что ли, назовем. Это постоянная, значит, она представляет собой Н умноженное на Р, ну, и, значит, у нас получается так, что здесь отношение Н к РТ стоит, а температура в степени 3 вторых. Температура в степени 3 вторых. Значит, естественно, М – это Н умноженное на Р, в таком случае. А, он не только меня логоточек. Значит, вот вместо П температура сократилась, значит, одна степень угла, и тут осталось 3 вторых. Три вторых. Ну, очень часто, значит, Я с Номиком это просто выбирается как начало отсчета, ну, и тогда, значит, наше… Здесь вынорное такое… Выражение превращается… Следующее. Значит, какая-то постоянная. Здесь, ну, очень часто говорят, концентрация имея в виду, значит, физический потенциал рассчитанный на молекулу, ну, и тогда здесь это число молекул, а отношение Н к П – это уже концентрация. Число молекул… Короче, он П написал как… Ну, я по-прежнему вот напишу… Имея в виду, П – это число молекул… Число молекул… Число молекул… Ну, значит, что мы видим… Вот, скажем, при фиксированной концентрации, как ведёт себя физический потенциал. Если мы нарисуем, покажем какую-то зависимость от температуры, то, очевидно, получается так. Когда мы зависимость от температуры хотим выделить, то мы должны написать, что ну содержит вот такое слагаемое. Значит, t, не обращая внимания на размерность, с минусом, t и, ну, при вторых, логарифм от температуры, ну, то есть, вот с ростом температуры, вообще, если неограниченный рост, то получается так, что, конечно же, падает по закону в более сильном учеблении. Хотя, конечно, логарифм – это очень медленно растущая функция, но, в общем-то, у нас получается так, что, если мы возьмем достаточно большие значения t, то химический потенциал будет отрицательным, и он будет падать, ну, по закону, более, так сказать, в том, чем линейная зависимость. Эту линейную, в общем-то, область низких температур продолжать нельзя, потому что, значит, это написано только для вот химического потенциала газа, который подчиняется вот этим уравнениям состояния, из которых все это получилось. А эти уравнения состояния при низких температурах становятся неадекватными, они адекватно газ не описывают. Ну, и как вам Александр Греевич рассказывал, значит, если мы имеем газ, эти частицы, ну, которые уже надо рассматривать как квантовые, как подчиняющиеся законам квантовой механики, то это либо бозоны, либо фермионы. Значит, здесь у нас уже подразумевалось, что это частицы каких-то одного сорта. Вот один сорт, один химпотенциал, какие-то... А то один, как это, каких-то частиц, это либо бозоны, либо фермионы. И, значит, у них есть два разных возможных поведения, когда температура действительно становится достаточно низкой. Значит, для бозонов, когда вот температура такая низкая, что потенциал достигает нуля, значит, дальше химический потенциал перестает меняться. Это никак не следует из этих формул, это следует из ватной механики. Значит, это вот для бозонов, а для фермионов потенциал поднимается, и вот, значит, он упирается при нуле температуры. Ну, это значение, которое мы называем энергией фермии. То есть, энергия фермии — это химический потенциал в нулевой температуре. Ну, я еще раз хочу сказать, что, ну, это какая-то условная, конечно, линия, потому что бозоны, фермионы — это разные частицы. Вот эта вот температура, она не может быть для разных каких-то конкретных бозонов и фермионов одной и той же. Но чтобы передать качественное поведение химического потенциала, я все-таки вот хотела вот это рисовать, чтобы рассказать об этой общей картине. Ну, чтобы не оставалось у вас впечатления, что поведение будет вот таким при любой температуре. Нет, да, химический потенциал отрицательный при больших температурах, вот в рамках классики. Он отрицательный и падает с температурой. По закону, более сильному, чем линейный. Ну, а при низких температурах вот такая разница в поведении бозонов и фермионов, значит, имеет место, что называют. Ну, и, конечно же, надо подчеркнуть, что это, опять же, для свободного газа. Если мы будем рассматривать электронный газ, там, скажем, находящийся в полосе проводимости металла, то там для химического потенциала всего ограниченности спектра. Поведение совсем не обязано быть таким, значит, по мере роста концентрации он начинает, ну, стремиться к постоянному значению. При половинной для полосы, при половинном дополнении полосы проводимости он представляет собой постоянную, ну, а при более высоких концентрациях он с температурой начинает подниматься. То есть нет такого, ну, что ли, вот общего закона, что обязательно падает при высоких концентрациях. Все зависит от модели. Значит, надо иметь в виду, что здесь идеальный газ, и газ свободно очистить. Они не находятся в каком-то внешнем поле. Пустота и молекулы. То есть тогда, да, когда химический потенциал ведет себя в тот же человек. Ну, просто конкретный, ну, это пример, ну, как всегда, простейшую систему. Идеальный газ, вот, навыка на его телечнике, по-моему, целый идет себя в тот же человек. Спасибо за внимание.